Конечно, мы вышли на улицу, чтобы самим посмотреть, что происходит в городе, потому что только примерно 9 утра, редакции уже заваливают сообщениями, жалобами, что очень плохо убирают. Ну вот видим этот снежный вал на пешеходном переходе, его здесь не должно быть, их должны убирать в первую очередь. Ну, видимо, только что прошла очистительная техника, его оставила на обочине, а люди, которые должны это вручную убирать, пока еще не справляются. Мы видим, что здесь каждая улица на каждом участке работает вручную. В этом году снега очень много. В сравнении, да? В сравнении с прошлым годом. В чем сложность метели именно? Ветер надувает. Где продувает, оно выметает, а где не надувает, ну, это куча еще больше. То есть снег треки... А он упрессованный становится, снег, и лопатой плохо берется. Надо людям брать, не с этой бегать, а лопатку один взял, другой себе покопали, и получилось. Понял, а не как мы с микрофоном? Конечно. Сейчас находимся на улице Лепедевского, рядом Краевая клиническая больница, и вот здесь не совсем понятно, то ли снег убирают, то ли его постоянно наметают, потому что снегопад не прекращается. Ну вот у меня в руках, собственно, правила благоустройства, я сейчас зачитаю. Уборка снега и льда с территории города начинается не позднее 6 часов с начала снегопада. В первую очередь с улиц, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Тротуары, дворы, лотки, проезжие части автомобильных дорог, площадки и другие участки с усовершенствованным покрытием должны очищаться от снега и льда и обледенелого наката до усовершенствованного покрытия и посыпаться песком до 8 часов текущего дня. Пока снимали, не увидели ни одной машины, убирающей город. К этому нужно быть готовым. Как уже говорили журналисты в муниципальном автодорстрое, снегоуборочной техники в городе не хватает, всего 252 единицы. Весь этот автопарк изношен на 88%. Горожане отмечают в соцсетях, что есть места, в которых трактор вообще не бывал. Туда мы и отправились. Все, встали? Да. Ну вот, искали, где больше всего заметено и, получается, застряли сами. Это переулок Кауфмана. Местные жители нам только что сказали, что вчера отсюда еле как откопали 5 машин. Ну, видимо, наша теперь на очереди. Здесь, говорят, техника вообще не ходит. Попробуем откопаться. Правда, нашелся местный житель, который сказал, что вчера помогал вытащить из снега около 20 машин. Скорая буксовала, она заехала, но не ходить, уже не один мост, вот здесь вот она сидела, а потом кое-как вот туда уехала. Говорили про тракториста, который не захотел убирать. Ну, он ехал, вот белорус сейчас ехал мимо на тракторе. Мы ему показывали, говорю, пусти гребелку погреби. Он показывает, вот и вот так вот. Я говорю, так мы же дорога, ты что, прогребел? Он уехал и все, и ушел. Чтобы уйти самим, пришлось прочистить половину переулка вручную, как нам и пророчил дворник. Надо людям брать, вот не с этой бегать, а лопатку один взял, другой, все покопали. Но ситуация напряженная и за городом. Центр управления в кризисных ситуациях фиксирует многочисленные ДТП. Сотрудники МЧС выезжают на помощь. Телефон, по которому можно позвонить, вы видите на экранах. Центром управления в кризисных ситуациях в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг за дорожной обстановкой. Организовано взаимодействие со всеми службами края. Для работы с гражданами развернут телефон горячей линии 202621. Извините за внешний вид, просто сейчас с оператором помогли дорожным службам расчистить половину переулка Кауфмана, поэтому, по крайней мере, на этот переулок вам путь заказан. Как и на многие другие в частных секторах, да и не только техника, ходит мало где. Возите в багажнике лопату, доски, домкрат. Андрей Дрегер, Алексей Фридин. День с толком.